Друзья, еще один день прошел, сентябрь продолжается, лето не кончается, вы видите зеленые яблони, абрикосы, но урожай они потеряли, редко-редко, где висят вот такие вот красавцы, вот такие вот, а в целом аномалия, все сдвинулось на месяц, редкое теплое дождливое лето, все растет как на дрожжах, вот, бывала дикая засуха, которая невероятная, вот, невероятная засуха, поливы постоянные, поливы, естественно, вода с колодца, вода с этого самого, колодец пробрен с глубины, вода жесткая, помогает, прости, плохо, вот, год на год не приходится, вроде бы надо бы радоваться, тепло, вот я хожу раздетый, после обеда в одной рубашке, бывает булы по поясу, вот, и так день за днем, день за днем, а внутри сидит, ну не то, что страх, ведь наслаждаюсь, уже много-много дней, уже целый месяц я не делаю ничего, ничего, десяток, полтора пересаженных персиков, это не работа, это отдых, вот, изобрел я питомник, который я в свое время научил сына, передал ему весь материал, подвойный, привойный, и вот теперь мы в этом питомнике, вот, значит, 20 рублей саженец, я показывал вам такую, такую рекламу, было такое, сам удивлен, 20 рублей, может быть, ликвидируется, они знают, куда эти дровишки девать, мол, хотя бы по 20 рублей раскупить, видел цены, 50 рублей, 90 рублей, 120 рублей, ну, правда, там опытом в основном, вот, но я не могу понять, вот, посмотрите, итак, штучные изделия, именно штучные, давайте посмотрим, далеко и идти не придется, яблони, видите, они привиты были этой весной, вон он, розмарин, 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 это супер яблоко, вот, жалко, под рукой нету яблока, показать вам, вот так вот, вы ахнули, ну, вы уже видели не раз, да, вот, саженцы, привиты на корневые отводки, вот тут удалось сэкономить, то есть, они привозятся с тайги, так, прививаются, и, хотя на них и корней-то смотреть на них жалко, без слез нельзя, но к осени получается вот такое, а еще хорошее было теплое лето и дождливое, иногда получаются вот такие, это явно тут, вот это одно-двухлетнее, подвое, вот это явно двух- или трехлетнее, посмотрите, взрослое дерево с плодовыми ветками, вот, вот я бы его продавал бы уже тысячи за три, за пять, но Сергею это в голову не придет, сколько-нибудь стоит, может тысяча, может полторы, что-нибудь еще показать, одно из самых роскошных слив, давайте посмотрим по названию, а почему я не глядя сказал роскошно, потому что у нас не роскошных не бывает, сорочинская, когда-то привез с Украины эти веточки, смотрите, так же как яблони, самые высокие с мой рост, вот, ну, вот эти чуть поменьше, но это еще от сорта зависит, вот там те же яблони побольше, а вот это сливы венгерки, сорочинская тоже венгерка, эти с мой рост, ровно мне по макушку, тоже прекрасно выросли, чудесно, вот, и на днях будет продажа, нет, проданы они уже практически большая часть, а там вот где стоят бочки, вот там они будут уже выкопаны, поставлены бочки с водой, напьются воды и будут поместены посылки, большие такие посылки, оу, вот, параллельно идет подготовка к следующему году, но я хотел поговорить про себестоимость, вы знаете, что такое себестоимость, что такое прибыль, да, правильно, это разница между доходами и расходами, причем желательно, чтобы доходов было больше, вот, кстати, вот это вот, они только посажены, еще даже не политы, вот, никогда, это манжерские абрикосы, они будут привиты и станут, ау, где они, саженцы, ой, вон они, мы сейчас туда не пойдем, но я вам не раз показывал, и вот еще, вот, вон там они, вот, уже розовеются, вот, вы поняли, что они будут привиты и превратятся в прекрасные саженцы абрикосов, ну, давайте про цены, я не вникаю, цены в целом от одной до двух тысяч, две тысячи, я подозреваю, это персики, стоит ли они того, европейская Россия, мои клоны не погибают, клоны персиков, хасанские, минусинские, не погибают, проверили на практике, вот, мы, если вернусь туда, там внизу лежит несколько сотен горшков, новеньких, фабрики, они стоят деньги, согласны, нет? Теперь мы подходим к этой земле, земля неплохая, камней в ней нет, видите? Эту землю называю стерильной, вот, в ней почти нет, ну, попадается, вот, конечно, куда без этого, попадается где-то немного дерна, вот, но в целом, это стерильная земля, все процессы закончены давно, вот, и никаких, нет этих самых, как бы это назвать-то, нету никаких гнилостых процессов, ни в горшках, а я еще потом, когда этот процесс будет продолжаться, еще ни один фильм сниму, вот, стоит вот эта кучка, давайте зайдем подальше, пять тысяч рублей, так повезло, должна была стоить восемь-девять, ну, какой-то странный попался этот самый, камаз, и получилось пять тысяч, повезло, вот, вот эту я еще не видел, это перегной, вот, он предназначен просто, здесь земля, я вам покажу ее, вот, скажите мне, что вот это вот очень богатая земля, видит, вот, это супесь, вот, иногда смотришь, растет совсем плохо, почему здесь абрикосы выросли, так, ну, как бы сказать-то еще, ну, где-то привать можно, мелковаты, конечно, в основании они тоньше, тоньше карандаша, вот, ну, им еще один год жить, потому что столько привить невозможно, на прививку, вот, смотрите, но это была проведена определенная работа, вот это на прививку, и прививка будет ранней весной, вот, а сейчас посадка, они приживутся, они никогда не гибнут, дальше, следующий момент, кто-то это делал, он за это получил, где-то, наверное, за день рублей с тысячу, как бы, я так догадываюсь, когда-то, помню, я платил 500, но это было много лет назад, за день работы, потом было 600, уже 700, наверное, сейчас Сергей платит еще, и все это сказывается на цене товара, а товар это то, что вы видите, часть в горшках, в прошлый раз я показывал горшки, вот, а часть без горшков, почему? В горшках нет смысла выращивать, если идет посылки, вот, в картонной коробке сейчас приедут с Абакана, вот, они делают специально на картонной фабрике, они тоже стоят деньги, еще один палец загибаем, так нет, все складывается, и пусть немножко будет подкормлена земля, это деньги, нанятые люди, это деньги, все лето выщипывать, вы знаете, сколько раз выщипывать приходится, фактически выщипывать эти сорняки, чтобы они не забили сорняцы, это деньги, земля, деньги, горшки, деньги, картонные коробки, деньги, так, пересылка, деньги, 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 как песня поется, все деньги, все деньги, все деньги, господа, а без денег жить не можно, действительно не можно, ну что еще пройтись, вообщем вы поняли, что если вдруг кто-то думает, ничего себе, вот, кстати, персик, вот, они уже проданы, вот они персики, они привитые, вот, посмотрите, видите, привитые, видите, привитые, вот, может, они даже уже и две стоят, но дело в том, что кто-то думает, ах, тысяча рублей, человек карман вложит, всю тысячу, все полторы, все две, нет, ребят, это не так, вот, то есть я рассказал, что такое прибыль, есть доходы, а есть расходы, вот, впереди страшная зима, вот, любая сибирская зима страшная, до сих, а, кстати, вот персики снова, тоже привитые, а вот здесь уже что-то копали, а, ну тут, вот, выкопаны персики, редко-редко, то с Миносинска подъедут, то с Абакана, был из Косноярска и еще откуда-то, из Шарыпово было, с Канцка были, ну вот, по болельщику разбираются, освобождается место, видите, вот, самое надежное, конечно, яблони, вот, персики, слава богу, я переживаю только за них, вон они, они на зиму не останутся, они все уйдут в посылки, почему, их мало, их мало, в Саргее много их не выращивать, яблони по-надежной, часть из них останется зимовать, вот, часть груш останется зимовать, сливы останутся зимовать, вот, абрикосы, даже, ничего не ёкает, когда я говорю, что абрикосы, вот они, смотрите, видите, что они зимуют на морозе, они уже привиты, они подписаны, академик, 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 тут все одни академики, и вот эти академики, часть будет, уедет в посылках, вот, академик, академик, часть останется на морозе, никогда не погибает, вот, приходит весна, выкапывается саженец, хоть яблони, вот, кстати, видите, как его душит этот, некогда ухаживать, вьюн душит, надо его оторвать у самой земли, у самой земли, вот, и он просто высохнет, вот, так вот, хоть яблони не замерзнет, хоть абрикос не замерзнет, вот, как это делается, приходит весна, и такой саженец мы не продаем, недавно, спасибо Сергею, он мне очень вовремя вставил эту фразу, я как раз разговаривал с гостями, вот, кажется, Ишушинская, а там стоял саженец уже в горске, вот, и кто-то из них спросил, то ли, обязательно ли обрезать Сергея, с очень таким серьезным видом, на хмуре в брови, сказал, а это мой ученик, из нашего сада, ни один саженец, не обрезанный, не уезжает, и вот, когда человек берет саженец, на его глазах отрезается, когда в горшках, примерно одна треть, когда без горшков, половина, и видно, и никогда следов нет, только замерзания, подмерзания нет, вот эта гордость сибирского питомника, это когда вначале угощение идет, потом разговор, потом куча советов, чтобы, не дай бог, не угробили дерево. Субтитры создавал DimaTorzok